Рвение к победе и инициатива. В детстве на отборе в школу художественной гимнастики тренер не хотела замечать маленькую Наташу. Девочка была не худенькой, но уверенной в себе и гибкой. Пробивная Наталья все-таки обратила на себя внимание и попала в мир большого спорта. Отбор в Красноярскую школу художественной гимнастики был отправной точкой на пути к успеху. Я постояла два задания там в последнем ряду. Тренер спрашивает, кто умеет делать шпагат. Я знаю, что я умею делать шпагат, но меня никто не смотрит. Я в последнем ряду. Я иду к тренеру через всех гимнасток, через все ряды. Здравствуйте, я умею делать шпагат. Он так на меня посмотрел. Покажи. Я показала. Молодец, все, иди. Вставай на место. Хорошо. Кто умеет, девочки, делать мостик? Я знаю, что я умею делать мостик. Смотрю на меня, никто не смотрит и даже не видит, что я его умею делать. Я иду через все ряды к тренеру. Здравствуйте, я умею делать мостик. Тут она на меня повнимательнее посмотрела, какая настырная. Потом уже она мне рассказывала. В общем, по всем физическим данным я не прошла отбор. Но из-за того, что я вот, ну как бы так себя спозиционировала, подошла несколько раз, не побоялась. Ну как бы тренер на меня обратила внимание и меня взяла в ту группу. В той группе все были как на подбор. Но именно Наталье удалось стать чемпионкой. Усердные тренировки дали свои плоды. В 12 лет она взяла второе место на первенстве Советского Союза в Таллине. Далее были еще состязания. Но после распада СССР Наталья ушла в тренерскую деятельность. И у меня в первом наборе, представляете, мне Бог дал чемпионку мира Светлану Путинцеву. То есть я была молодой девчонкой, набрала детей. Вот. И вот так вот, ну как бы, мне повезло, наверное. Тренер отправилась в Севастополь. Причина переезда – любовь. Ну я вышла замуж. И меня туда увезли в Севастополь. Я жила в Севастополе 6 лет. Также устроилась на работу в спортивную школу тренером по художественной гимнастике. Стала президентом федерации города Севастополя. И на сборах в Евпатории в 2021 году Наталья решила сменить южные края на просторы по Волжье. Тренера пригласили в Ульяновск. Ну я работаю с личной программой и с групповыми упражнениями юниорской команды. То есть со взрослой командой работает другой тренер Оксана Казанцева. Прекрасно работает. Этой зимой проходили всероссийские соревнования под названием «Возрождение». По программе юниоров наша команда заняла первое место. И ульяновские мастера спорта тоже победили в состязаниях. И тренер, и победительница немного отдохнули и уже готовятся к новым выступлениям. Виктория Черкова, Анатолий Рассохин. Улправда ТВ.